Обозначим расстояние, в которой прошли волны от источников до данной точки, как Т1 и Т2. Разница этих расстояния называется равнодушным клубом к Т2. Обе волны будут приходить в данную точку в одной и той же патент, то есть в одновременном погребе и в одновременном ее патент. Тогда, когда разность хода равна целому к лучшему волну. В этом случае волны взаимно усиливают друг друга, и в данной точке пространства будет наблюдаться максимум интерференции. Если же разность хода равна нечетному числу полуволны, то есть волны будут приходить в данную точку в противофазе, гребень одной волны и впаде на другой, и будет наблюдаться минимум интерференции. Особый интерес представляет наблюдение интерференции световых волн. Трудность заключается в том, что для этого требуется два фигуретных источника света. Пара ламп накаливания таковыми не являются. Для наблюдения интерференции обычно разделяют свет от одного источника на два пучка, и потом сводят эти пучки вместе. Это можно сделать, например, при помощи бипризмы Френелю. Еще один опыт, позволяющий увидеть интерференцию, был предложен в 1801 году английским ученым Томасом Юнгом. В опыте Юнга свет от точного монохроматического источника проходит через пару узких параллельных щелей, после чего впадает на проекционный экран. На экране при этом наблюдается интерференционная картина, состоящая из чередующихся светов и темных полос, так как обе щели являются по сути гигарентными источниками света. Воспроизведем этот опыт. Прорежем в кусочке фольги две параллельные щели на расстоянии около 1 мм друг от друга. Возьмем полупроводниковый лазер и пропустим его усть сквозь щели. На экране, расположенном за щелями, появится интерференционная картина из чередующихся светлых и темных пятен. Светлые полосы принято называть максимумами интерференции, а темные полосы – минимумами. Максимум, расположенные строго напротив щелей, образуются волнами, чья разность хода равна нулю. Пара максимумов, расположенных слева и справа от центрального, называется максимумом. Итак, я думаю, достаточно, да? То есть, если мы опускаем луч лазера через две щели, то мы получаем множество полос, что доказывает нам то, что свет – это волна. Ничего это не доказывает, никакую волну это не доказывает. У тебя просто идет разделение, и все. Ну ты смотри, если бы свет был частицами какими-то, то мы бы наблюдали две полоски напротив. Частицы? Причем тут частицы? Частицы вообще ничего это… Если бы свет был частицей, мы бы наблюдали две полоски. Ну, частицы, блин, свет – это сигнал, это не частицы. Частицы – это что-то выделенное, понимаешь? Сигнал – это и есть волна, я тебе еще раз говорю. Да не является сигнал волной, я тебе еще раз-то поясняю. А чем он тогда является? Ну, сигнал – это некое постоянство, понимаешь, некая передача информации. Передача информации в пространстве. Либо световое излучение, либо там радио, радио там, да, прием идет. Да, передача энергии в пространстве – это волна, все правильно. Нет, это не волна, блин, с чего ты взял, что это волна? Еще раз тебе спрашиваю вопрос. Ну, потому что люди так решили, что… Да мало что, кто какие балбесы что решили, да. С чего ты взял, что я буду подчиняться то, что какие-то балбесы тут решили? С чего? То ты можешь не подчиняться. Естественно, мне по барабану что там какие-то балбесы говорят, там что-то там решили, там что-то там… Да, два человека… У них волна, блин, ты что, блин, у тебя волна, у меня не волна, ты пока это обосновать не можешь. Да, причем, а зачем мне обосновать? Еще раз тебе говорю, уже… Дело в том, что у определений, у них есть только как бы… Точнее, у каких-то явлений, у них существует только одно определение. Ты можешь, конечно, придумывать собственные определения, но… Да, да. Будешь выглядеть просто глупо. Не знаю, может, вы будете глупо выглядеть. Может быть. Конечно, вот я думаю, скорее всего, так и будет. Ну, хорошо. Да, когда вы занимаетесь подменой понятий, да, вы будете выглядеть глупо. Подожди, где подмена понятий? Ну, как где? Вот, где вот? Волна – это непосредственно то, что ты реально видишь некое возмущение на воде. Вот это волна. Ну, так и свет ты тоже видишь в возмущении. Ну, нет, свет – это не возмущение, это передача сигнала светового. Как не возмущение? Возмущение. Какое возмущение? Чего там у тебя возмущается? Электромагнитная волна. Какой еще? Причем тут электромагнитная? Мы с тобой про свет говорим. Так это свет – это электромагнитная волна. Нет, это не электромагнитная. Что ты взял, что это электромагнитная? Почему ты думаешь, что свет – это именно электро? Почему у тебя свет только от электро идет? В смысле почему только? Да, почему? Вот свечка горит, это не электро. Вообще никакого электричества не имеет. А свет горит, идёт свет. Там нет электричества. Я же тебе говорю, свет – это волна. И всё. Какая ещё волна? Где ты волну-то видел? Тебе только что показали… Ты понимаешь, что ты волну можешь видеть? Вот на море идёт волна, ты её видишь. Ты должен… Вот ты её называешь волна. Вот я пойду на волну. Свет ты видишь. А вот радиоволну ты не видишь. Чего не видишь? Ну радиоволну ты же не видишь. А потому что её нет никакой волны. Поэтому ты не видишь её. А радиоволны не существует? Нет, конечно. Если радиосигнал есть, а волны никакой нету. Ну, я же ещё раз говорю, сигнал и волна – это синонимы. Нет, это у тебя синонимы. У тебя в голове каша, поэтому у тебя и синонимы такие. А я тут при чём? Ну, а зачем ты на личности переходишь? Ну, Егор, как бы я тебе обозначил свою позицию. И вот, допустим, волна, я её на море вижу. Это волна, некое возмущение идёт. Это некий физический объект возмущённый. Вот он двигается. Он отдельный вообще, отдельный от всего остального. Понимаешь? Волна, она отдельно от моря, понимаешь? В том плане, вот это возмущение, оно в единичном порядке двигается. А радиоволна – это тоже волна, тоже возмущение. Так у тебя сигнал-то передаётся бесконечно. У тебя нет возмущения, которое бы шло разделённо. У радиоволны точно также есть точки максимума и точки минимума, как у волны. Так это то, что у тебя там какие-то свои фантазии, это уже отдельный вопрос, что там у тебя максимум и минимум. Это не у моей фантазии, опять же, это подтверждается экспериментом. Там мало ли что, там у тебя какие-то эксперименты, ты же мне непосредственно наглядно волну не можешь показать. Ты волну мне не можешь показать. Ты мне показываешь… Егор, ты мне показал щели, показал мне щели и показал какие-то полоски. Это не является волнами, понимаешь или нет? Это не является определением, что это волна. Ты полоски какие-то увидел. Это не волна, это полоски. Ну что? То есть ты не знаешь. Это ты не знаешь. Ну подожди, ты скажи, что это такое, а ты знаешь. что что сказать тебе что тогда это такое что ты по поводу чего спрашиваешь что по поводу света я тебе сказал свет это сигнал а сигнал это что такое передача некой информации вот у тебя у тебя смотрел нету свинья волны усмотрели нету смотрел подожди вот нахрен этой волны я тебе уже объяснит что такое волна ты на море видишь возмущение которое двигается как бы единолично двигается возмущение двигаться останстве двигается сигнал точно так же это волна это не волна сигнал это не волна нет не волна эти бы волна а я тебе говорю не волна а я одну из чем в тупике ну так получается ты сам в тупике а не я тут тупике ты же обосновать волну ты не можешь ты не можешь обосновать я обосновал я вообще ты не обосновал ни хрена ты просто мне показал какой-то опыт и сам типа заявил что это в волнах, а там никакой волны абсолютно нету. У тебя есть схожие... Смотри, Егор, Егор, послушай, Егор, я тебе объясню непосредственно, в чем твоя ошибка. У тебя есть некие близнецы, похожие, похожие близнецы. Да, вот, допустим, у тебя Вася и Петя, два близнеца, они похожи, как две капли воды, но это два абсолютно разных человека. И вот ты же то же самое берешь, путаешь, касаемо, допустим, касаемо воды, где там ты видишь волну, которая идет в возмущении воды на поверхности, ты видишь волну, это реальная волна, она физическая, ты ее видишь. И когда ты непосредственно сам свет интерпретируешь как волну, хотя свет не является волной, потому что ты не видишь этого возмущения. Ты возмущения не видишь, ты интерпретируешь вот эти вот эксперименты с полосками, ты интерпретацию делаешь, можешь понять ты или нет, а интерпретация твоя в корне неверна, потому что ты волны не видишь. Ты знаешь, что это такое, и ты даешь определение волны, а потом говоришь, нет, это не волна. Я тебе объяснил, что волна это возмущение. Понимаешь, что такое возмущение? Волна это возмущение. Я говорю, что такое свет, ты говоришь, это сигнал. Я говорю, что такое сигнал, ты говоришь, сигнал это возмущение. Нет, сигнал не возмущение, я тебе не говорил, что сигнал это возмущение. Говорил. Нет, я тебе говорил, что сигнал это информация. Ну, запись ведется. Да, запись ведется, да, запись ведется, ты начал кривляться. ты начинаешь говорить то чего я не говорил я не говорю что свет это возмущение я тебе сказал что свет это непосредственно это передача информации идет сигнал сигнал безостановочный никакой волны абсолютно нет это определение волны я же тебе сказал возмущение на поверхности воды ты видишь некую выделенную часть которая возмущенная двигается однонаправленно либо ты придумывай другое определение просто ты используешь зачем ты получается подменяешь понятия какие понятия подменил какие я тебе сказал какие сигнал ты подменил точнее волну ты подменил на сигнал хотя разницы нет есть разница есть в чём я тебе объяснил популярно уже тебе объяснил ты на воде на воде ты видишь выделенную волну она и где она двигается допустим коняшка смотри смотри вот егор дает себя. Я сейчас на пальце тебе попытаюсь объяснить. Вот, смотри, вот здесь поле – не перебивай меня, пожалуйста, Егор, не перебивай, яаевà привожу тебе пример. Егор, не перебивай тебе, слышали или нет? Я тебе пытаюсь объяснить, чтоб ты понял, что такое волна. Можешь ты послушать или нет? Ты послушать меня. Я не могу перебивать, так дискуссию невозможно вести с тобой. Не перебивай меня, я тебе пытаюсь объяснить, как выглядит волна, ты меня перебиваешь. Я тебе… раз тебе, я пытаюсь тебе объяснить, потом будешь вопросы свои задавать. Ты меня спросил, что такое волна? Дай мне тебе рассказать, что такое волна. Можешь дать мне рассказать, что такое волна или нет? Вот сейчас смотри, слушай внимательно. Вот у тебя есть гладкая поверхность, абсолютно гладкая поверхность. Абсолютно гладкая поверхность. Ничего абсолютно нету. Ты, блин, ударил по воде, бабахнул рукой, или там, я не знаю, кинул какой-то предмет огромный, блин. У тебя пошло возмущение. Вот эта волна, которую ты реально видишь, этот физический объект, он двигается по ровной поверхности. Это некий физический объект. Двигается это возмущение, двигается. Ты видишь его? Аналог тебе привожу. Вот у тебя поле, ты вышел в поле. В поле, видишь? Вот поле абсолютно ничего нету. Ровное поле. И ты видишь, что бежит коняшка. Бежит коняшка. Вот это некая коняшка, это по сути дела физическая волна. Она двигается, эта коняшка, потому что она выделенная и двигается. Понимаешь, что ты вот реально коняшка, вот эта вот волна, она двигается по полю. Вот точно такая же волна двигается по воде. А вот то, что касаемо света, это никакая не коняшка выделенная, которую бы можно было сказать, что там что-то выделенное, куда-то двигается. Такого нету. Ты непосредственно, когда ты вот эту интерпретацию делаешь с этими щелями, ты просто не понимаешь, что сам по себе свет, он не имеет никакой скорости, которые тут нам рассказывают, что якобы наука тут что-то доказала, что свет имеет какую-то скорость. Свет не имеет никакой скорости. Ты включил, и у тебя свет появился. Выключил, свет исчез. У тебя свет не может идти отдельно от источника излучения, не может он сам по себе идти. Понимаешь? Есть у тебя источник излучения, у тебя есть свет, источника излучения нету и никакого света нету, все, поэтому твои вот эти фантазии с волнами, это некая сказка про белого бычка, потому что когда ты включаешь свет, у тебя свет есть, выключаешь свет, у тебя света нету, никаких волн не идет, потому что волна это выделенная, ты как бы сделал возмущение, волна пошла, источника уже нету, понимаешь или нет, там откуда пошла эта волна, источник там уже затих, там ровная, понимаешь, Гладь, а волна у тебя идет Отдельно, а свет у тебя не идет Отдельно, ты если свет выключаешь У тебя света нету, понимаешь Ничего больше не идет Это не волна, тебе объясняют Популярно тебе объяснил Какая разница между волной и светом Теперь давай Поехали дальше, давай рассказывай Что ты знаешь по поводу Света и волны воды, которую Непосредственно ты видишь, какие отличия И как ты вообще доказываешь, что свет Это является волной, я тебе объяснил Что твоя интерференция Интерференция, на которую ты ссылаешься Она никакого отношения не имеет К волне, потому что это есть некая Схожесть, схожесть есть По косвенным признакам Тебе сам непосредственно ученый На которого ты ссылаешься, видел Он тебе показал схожесть, понимаешь Схожесть волны и света Схожесть, но это не является, что это именно Доказывает, что свет это волна У тебя схожесть есть И ты из-за схожести Двух близнецов попутал, понимаешь или нет Васю с Петей попутал Стал Васю называть Петей, а Петя стал называть Васей У тебя путаница в голове Из-за того, что ты сам не смог Разобраться в тематике этого вопроса Все сказал? Да, давай теперь ты Вот теперь смотри, свет переносит информацию Ты же сам сказал Да? Вот теперь смотри По этой информации Ее можно считать То есть разложить свет на составляющие То есть белый свет Можно разложить на красный Оранжевый, желтый, зеленый Голубой, синий, фиолетовый Правильно, на радугу Логично? Да, да Вот, если взять солнечный свет И разложить его То у него будет как бы отсутствовать Две полоски Это так называемые линии поглощения Гелия и водорода Какие полоски? Что будет говорить нам о том Что источником излучения солнца И полоски, Егор И водорода Что ты сказал про какие-то полоски И дальше стал рассказывать мне какие-то сказки Про какие полоски ты говоришь? Еще раз, Игорь Мы возьмем призму И разложим белый свет Солнечный На радугу Правильно? Так Адуга, она же сплошная То есть один цвет Плавно переходит в другой цвет Ну да Да, да И вот в этой радуге Будет две как бы темные полосы Какие темные? Я не видел у радуги темных полос Где ты видел у радуги темные полосы? Егор Ну просто Просто нужны Чуть более совершенная призма И ты увидишь Не понял Совершенная? Мы с тобой про радугу говорим? Да Какая тебе призма? Да Радуга Призма это призма Ты идешь там Какой-то другой опыт делаешь В чем тут твоя какая-то призма? Я по случаю за призму так ты взял Я тебя слушал Не перебивал Теперь ты слушай Говоря радуга я имею ввиду не ту радугу Которая в небе А то уже не та радуга Так это тогда и свет Тогда не от солнца, да? От солнца Как от солнца? Так ты же сказал про другую Как бы на самом Про другой свет Не перебивай Свет от солнца Мы сейчас рассматриваем Радуга Не та, которая в небе образуется Там ты естественно никаких полос не увидишь А мы берем призму Стеклянную И раскладываем свет То есть луч света от солнца Опускаем через эту призму И он раскладывается на Составляющей Грубо говоря И что нам не хватает? Какого цвета не хватает? Я тебе сейчас не готов ответить Ну тогда про что ты так говоришь Если ты не готов Зачем ты берешь тему В которую ты не готов? Егор Ты понимаешь Это неправильный подход Непосредственно к разбору вопроса Ты берешь что за тему В которую ты не готов Ты что-то не знаешь Зачем ты тогда озвучиваешь эту тему? Вот то же самое Как и касаемо там Света Там волна Частица Каша в голове Присутствует И все Свет не является ни волной Ни частицей не является Я тебе это Обосновал Тебе доказал Что волна Это некое возмущение Которое ты можешь видеть Как некое Отдельное Двигающееся тело Понимаешь ты или нет? Тело двигающееся У тебя свет Не является Отдельным Выделенным Телом Которое двигалось Отдельно От источника света Такого невозможно Понимаешь ты это или нет? Ты свет включил У тебя есть свет Выключил Света нету Какая волна? Ты вот По идее Ты вот свет включил Ты на кнопку нажал Фонарика Свет включил У тебя же Ты говоришь Что это волна У тебя пошла Ты свет выключил А волна должна идти От источника света Волна-то должна идти Если ты говоришь Что это волна А ты выключаешь На кнопочке Волна заканчивается Свет прекращается Это не волна Потому что волна Она двигается самостоятельно Независимо от источника Откуда она начала движение Волна Понимаешь теперь разницу В чем отличие волны От сигнала Сигнал это тот Который непрерывно Идет от источника Это не является волной Это некая постоянная Как линейка у тебя Вытянута Допустим От носа Ты линейку К носу поставил И взял За другой Край пальцем Вот у тебя есть некая прямая Которая соединяет Твой нос Крайш с пальцем Понимаешь Прямая соединяет Там нет никакой волны Вот то же самое И сигнал точно так же действует Когда есть источник Сигнала И некий приемник Сигнала Это не волна Ты можешь дальше Продолжать дискуссию Или нет Я имею ввиду Доказывать свои какие-то Взгляды По заявленной теме Конечно Тебе же прям Нужны точные цифры Ты же прям Меня Нет Я тебя не про цифры Мне цифры твои не нужны Ты непосредственно Меня обосновываешь Внятными доказательствами А не цифрами Мне цифры не нужны В деле это получается 450 нанометров 500 нанометров И 600 нанометров Запомнил? Про что ты сказал? Я что-то не понял Какие нанометы? К чему это говоришь Ты просил цифры? Какие? Я тебя цифры не просил? Ты что обалдешь что ли? Какие цифры? 656 нанометров Егор Ты что там взбрендил что ли? Я тебе про цифры вообще ничего не говорил Какие цифры Егор? Все Вот теперь смотри Возвращаемся к нашим этим Если ты размножишь Солнечный свет На составляющие По которой мы о ней говорили То ты увидишь Некие области В этом спектре И они будут соответствовать Спектрам поглощения Гелия И водорода При чем тут гелий Водород Блин При чем тут это Поглощение Не поглощение Вытеснение Что за бред какой-то Блин Поглощение Вытеснение Ну конечно бред Тебе сказать нечего Ну а что не подожди Подожди Что значит сказать нечего Ты некий делаешь заявление Мне что-то Ты можешь доказать Что это какой-то гелий Какой-то имеет отношение К свету Я тебе говорю Берешь этот Ой сука Ну ты сказал Вот идет источник света От солнца Идет источник света Ты взял какую-то призму Она тебе дает Некое Разложение луча На некий спектр Это называется Спектр Разложение Называется Спектральный анализ Нет подожди Анализ это то Что ты видишь Некие Некие как бы Разложение луча И вот ты делаешь анализ Так вот это Желтый Вот это синий Вот это зеленый Вот это там коричневый Вот ты сделал анализ Вот это ты анализ сделал Какой еще анализ Ты хотел Обсуждать Некоторых длин волн Будет не хватать Каких еще волн Да нету никаких волн Я тебе объясняю Какие волны Ну хорошо Некоторых цветов Будет не хватать Так лучше Ну вот это другой вопрос Как бы Возможно там призма Какая-то слишком сложная И она не выдает Часть цвета И что Нет Ну ты можешь взять Любую призму Какую любую призму Зачем мне вот это Слово Любую Любую Не любую Мы что Мы с тобой что Про вас что ли говорим Егор я не пойму Если ты будешь пропускать Этот свет Через допустим Через гелий Или через водород То ты будешь видеть Вот эти самые полосы Егор Ты можешь наполнить Ты можешь наполнить Гелием Не знаю Позрачный аквариум Суть от этого Не меняется Как у тебя там стекло Есть как бы У тебя стекло Само делает Некое преломление Света Какой спектр Ты не можешь Внятно Объяснить Какой там гелий Про что ты говоришь Если ты какие-то вещи Не понимаешь Что это Так ты сам не понимаешь Про что ты говоришь Ты что делал опыты С гелием О чем я говорю И этот опыт Ты можешь дома сделать Какой опыт С гелием дома А что ты Купи шарик Наполненный гелием А ты делал это Ты покупал шарик С гелием Светил на него Фонариком Лазером Там что-то делал Нет Ну мы это в школе делали Что ты делал в школе То о чем я тебе рассказывал Ну ты можешь это повторить Непосредственно Егор Зайди в ютуб Там уже все Да зачем мне ютуб Я говорю Ты сам можешь что-то сделать Вот мы с тобой Можем сейчас вернуться К вопросу Когда мы с тобой Обсуждали гироскопы Ты сказал Что ты можешь сделать Заявил дату Нифига не сделал И то же самое Сейчас касается Вопроса как бы Света Понимаешь Ты тоже сейчас Сольешься И все Вот пожалуйста На здоровье Паш Паренек Как бы да Сейчас я тебе докажу Обосную Давай мол типа Культурно договоримся Обсудим Приступили к обсуждению Он внятно Ничего доказать не может А там в школе Какие-то опыты Диа Иди на ютубе Посмотри А там дядя сказал А там тетя Тетя там мне прочитала Блин Я не знаю Он что вообще Реально как бы За головой не дружит что ли Выходит дискуссия Абсолютно И ноль Кем и не знаю Блин И сливается Еще меня тут делает Виноватым Офигенный Ну ладно Ребятки В общем Вот такой вот Еще раз Как бы был стрим Как бы Это на самом деле Ворон Это Егор Кисик С которым у меня Были договоренности Вот По трехстепенным Гироскопам Он дал обещание Что якобы он 22 февраля 23 года Сделает гироскоп И покажет стрим Вот Обещание свое Не выполнил Как бы да На кону Ставил непосредственно Свою репутацию Репутацию ставил Она оказалась у него Дырявой Вот И Помимо репутации Да Он еще заявил Что якобы Виталь Если я не сделаю Мол типа Опыты Не покажу гироскоп Можешь меня в интернете Называть пиздоболом Если говорит Я сделаю И докажу Тогда говорит Ты пиздобол Я с ним согласился Говорю Егор Если ты сделаешь Докажешь Что земля Вращающая США Тогда я пиздобол А ты тогда Ну честный Парень А получилось так Что он проотвечался И он на сегодняшний день Признанный пиздобол Сейчас как бы он Как бы будучи Уже в статусе пиздобола Вытягивает меня Непосредственно На дискуссию Которая хочет Культурно Что-то там Обосновать И доказать Не вывозит тему И убегает просто Просто убегает Я считаю Что это Наглядный Как бы Пример того Что Сам по себе Егор Ничего из себя Не представляет Знаний никаких Абсолютно Не имеет Просто фантазирует На основе Как бы имеющихся видеороликов В интернете И все А самого башка Пустая абсолютно В общем я думаю Получился неплохой стрим Хотя там В начале Там что-то у меня По-моему С настройками звука Было не совсем Но ничего Что там Я обрежу часть Как бы Сама суть Моя Концовка стрима Я думаю Получилось удачно Как Егор Непосредственно Не вывез тему И просто сбежал Как бы С дискуссии Это очень Показательный Вариант Когда шаровер Не вывозит тему Просто Заявляет Не вывозит И сливается Просто сливается Как Испражнение В унитазе Сливается И все В общем Спасибо всем За внимание До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok